Вахтовики, как правило, работают на севере региона. Именно там сейчас из-за вспышки заболеваемости приходится экстренно решать множество вопросов с нехваткой медиков, оборудования, да элементарно койко-мест. Ведь если в целом по региону большинство палат приготовили для инфицированных и они пустуют, то где-то просто негде было создать дополнительные места для лечения. Какие вопросы удается оперативно закрыть, а на решение каких просто нет ресурсов, об этом наш следующий материал. Вместо последнего звонка в школе Бодайбу сегодня будет звучать разве что кашель. Здание учебного заведения перепрофилировано под госпиталь. Сюда будут помещать пациентов, у которых выявлен коронавирус, который протекает в легкой или бессимптомной форме. Мера по перепрофилированию вынужденная. Северный город оказался просто не готов к вспышке инфекции. И в местной больнице не хватает мест для зараженных, а их с каждым днем все больше. Поэтому под госпитали и дальше будут приспосабливать здание с иным предназначением. Здесь везти некуда, и базы такой нет, и больниц, и санаторий, здесь ничего нет. Может будут приняты непопулярные меры. Это может быть предложено инфекционной службой, развертывание детского сада, школы или еще какое-нибудь общежитие. То есть это надо будет, к этому надо быть готовым. Потому что иначе мы таких больных никуда не поместим. Оставлять их на улице или в домах, как вы сами понимаете, это небезопасно. Еще одним местом, куда смогут отвозить больных, станет амбулатория поселка Мамакан. Там установят 40 коек. Пациентов в тяжелом состоянии планируют перевозить в Братск, а также в областной центр. По такой же схеме вынуждены работать и в Усть-Куте. Там проблема нехватки койко-мест для инфицированных стоит еще острее, ведь самих заразившихся больше. На данный момент их свыше 240. Под госпиталь уже перепрофилировали дневной стационар местной больницы и санатории. Найти места еще полдела, ведь пациентов необходимо кому-то лечить. А отдаленные районы при Байкале и до пандемии не могли похвастаться решенной кадровой проблемой. Поэтому в населенные пункты очаги инфекции сейчас отправляют подкрепление из Иркутска. Работают там большие группы специалистов. Выехали туда эпидемиологи, инфекционисты. Дополнительно направлен штат медицинских средних работников, как для забора тестов дополнительных, для того, чтобы всю картину получить, так и для лечения последующего. И формирование дополнительных бригад продолжается. Помогают коллеги из территории, где ситуация не такая напряженная. Например, волонтеры-медики из Саянска. В этом городе сейчас вообще нет ни одного инфицированного. А вот решить вопрос с переброской техники не так просто. Ведь самой техники днем с огнем не найти. Речь об аппаратах, с помощью которых делают компьютерную томографию легких. Важное исследование, когда идет речь о заражении коронавирусом. Даже в областном центре такое оборудование есть не во всех больницах. Что уж говорить о севере региона. Вот и получилось, что пандемия за считанные недели смогла оголить проблемы, копившиеся не одно десятилетие. Главное, чтобы урок оказался впрок. Алена Полоненко, Новости по будням.